Батареи ледяные. Просто ледяные. Ледяные батареи во всех 15 квартирах. Непрерывно работают обогреватели. Люди периодически включают газ и духовку. Только согреться, тем не менее, не получается. Куртки – практически уже домашняя одежда. А вот управленцы на ситуацию по заверениям жителей смотрят вполне спокойно. Им ни холодно, ни жарко, рассказывают взволнованные люди. А тем временем температура на градуснике в жилищах совсем не по Санпину. Ребенка невозможно искупать. В ванне очень холодно. Ребенок постоянно простывает от этого, потому что в ванне его разденешь, а там температура, извиняюсь, 16-17 градусов. Эта температура как бы непригодна для жизни. Мы спим тоже полностью одеты, скажем так, в теплых кофтах, носках. Когда начинается топительный сезон, наши дамы подключаются в самом конце. Сколько мы вчера не звонили и те дни в дом управления. Нигде нам никаких ответов не дают. Сколько я их встречала, вот, и слесарей, и мастера. Придем, не волнуйтесь, сделаем. До сих пор ничего не сделано. Правлящая компания Оренбургская, которая обслуживает дом по улице Советской, сегодня очень долго пыталась вникнуть в ситуацию. Как выяснилось, до этого работы проводили тепловики. Сейчас коммунальщики устраняют свои проблемы. Произошел порыв, тепло будет, специалисты стараются. На улице 16-я линия в доме номер 14 аналогичная ситуация. Холодно всем от мала до велика, несмотря на то, что в некоторых комнатах батареи чуть теплые. Правда, не всем жильцам девятиэтажного дома так повезло. Многих батареи и вовсе как лед. Приходится выходить, погреться на улицу, рассказывают жители. А кто их обслуживает, даже не знают. Претензии до адресата не доходят. Дети болеют. Ездили, звонили. Говорят, нет давления. Муж тот, который никогда не мерз, и тот мерзнет. По осени были вот эти вот интересные истории. То нас к одной хотели, то к другой. Вот мы так и не поняли, к кому мы относимся. Поэтому даже кому предъявлять претензии, тоже, в принципе, и не знаем.